В эфире новости сейчас с вами Анастасия Богомолова. Здравствуйте! И начнем с главного события в мировом женском теннисе. В городской ратуше менее часто состоялась жеребьевка финального матча Кубка Федерации Беларусь-США. На прямую связь со студией вновь выходит наш корреспондент Андрей Козлов. Андрей, уже известно, кто откроет матч? Анастасия, рад вас снова приветствовать. Из самого сердца нашей столицы, городской ратуши, жеребьевка состоялась. И могу озвучить вам имена пар, которые откроют завтрашний финал Кубка Федерации. Интересно, что всегда первой на корт выходила Александра Соснович. Традиция не нарушена. Саша сыграет против Кока Вандевига. А предлагаю посмотреть, как оригинально сегодня проходила жеребьевка. Спасибо большое, Полина. Ну что ж, выбор сделан. Плеер-дронис Александр Соснович. Следом сыграют Арина Соболенко и Слоун Стивенс. На парную встречу от нашей команды заявлены Лидия Морозова и Вера Лапко. Американок будут представлять тандем Шелби Роджерс и Алисон Риск. Хочу напомнить, что капитаны сборных могут перезаявить теннисисток за час до начала матча. Итак, финал Кубка Федерации уже завтра. Церемония открытия в 14 часов. В 14.30 начало первого матча. На воскресенье запланированы две одиночные встречи и парный поединок. Телеканал «Беларусь-5» будет вести прямые трансляции с кортов «Чижовка-Арена». Студия на этом у меня все. С небольшим волнением ждем завтрашний день. Анастасия, вам слово. Спасибо, Андрей. В эти минуты в Дворце независимости подводят итоги уборочной и обсуждают финансовое состояние сельхозорганизации. Для того, чтобы поддержать неплатижеспособных участников этого рынка летом прошлого года, был подписан указ об их финансовом оздоровлении. Такой формой господдержки пользуются 425 организаций. Насколько эффективна эта помощь, обсудили на высшем уровне. Как вы видите, какой результат от этого указа, а главное, снизилось ли количество неплатижеспособных хозяйств, повысилась ли эффективность сельхозпроизводства. Естественно, повод нашего сегодняшнего совещания – изменение в этот самый указ и дополнение. В проектном указе предусматривается снижение размера арендной платы за предприятие с 5 до 2%. Незаконных путешественников сдержали на белорусско-украинской границе, и 60-летняя дама пыталась пересечь рубеж в багажнике автомобиля своей дочери. В пункте пропуска «Веселовка» правоохранители обнаружили женщину под одеждой. Как выяснилось, она гражданка Украины, срок действия паспорта, который истек еще в 2015 году. Женщина, вероятно, будет привлечена к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Беларуси. Это были самые главные новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»